всем привет ребят мы сегодня будем рисовать вот такую вот я в чате я написала чтобы вы заранее попросили родители или свою руку обвести карандашом и кто-то не сделал у кого есть поблизости мама или папа сейчас мы не сделали сделаем а если никого нет поблизости взрослых можно попробовать самому справиться с этим да не скажи пожалуйста как это делается как бы ставить нужен карандаш вы ставите свою руку и обводите но только будут вниз свой вы сейчас не обводите обводите только где-то отсюда вот а это вы потом оставляете и соединяется как бы соединяется еще вместе кругом таким я могу дойти только одну минутку посидел да кира да молодец так пока что делаем у нас уже сделаны лиза и и лорен лорен лорена что вы хотели спросить а надо продолжать вот эту часть руки или вот тут вот такую полоску делать как вы видите у меня на руке вот тут я не продолжаю видеться мою часть ладошку закрыть надо будет не надо руку рисовать вот хорошо спасибо прокладывать лиза правильно ваня тоже таисия правильно софия правильно а алиса алиса с с с с одна алиса еще есть алиса с с ну она одна больше нет алиса Мне кажется, что все справились, кто показывает, да? Ну да, все правильно. Лиза и Лорена, Кира, у вас вопросы? У меня вопрос. Говори. Извините, мы забыли руку отпустить. Нам надо вот ладонь закрыть, как бы не сделать или там не надо? Ну, надо только вот эту как бы часть пока рисовать. То есть только ладонь? А ладонь надо соединить, чтобы получилось как бы вот так. Ну, не очень видно, светлый карандаш очень. А-а, не видно, Тоня. А, то есть не надо. Вообще ничего не видно. Развернуть руку на рисунке, чтобы была перевернута? Подожди. Да, вы там видите на рисунке. Вот, да. Видишь, Тоня, ой, Кира, видишь, что... Тоня, покажи обратно. Что там, где ладошка заканчивается у нас, рукою, там просто полукругом закрыто. Да, у всех получается прекрасно. Так, все закончили? Кир, молодец. Ну, я думаю, мы можем продолжать сейчас. Вот, мы перевернули руку, просто на моей камере, видно, вот так вот. Так, но нам надо из руки, вот этой, перевернуть. Вот. Теперь нам понадобится такой вот, вот бы, бежевый цвет, или прям светлый, вот такой вот, какой-то цвет. Ну, или желтый. Либо вот такой цвет, как у меня. Либо желтый. Ваня, да, такой. Ну, у кого нету такого цвета, все могут желтого. А можно использовать акварель? Да, можно. Таисия, что ты хотела спросить? Я тебя в микрофон выключу. У меня есть вопрос. Если у тебя нет ничего вообще похожего на Вану Гаше, можно использовать? Что? У меня есть. А можно, пожалуйста, все вместе поговорить? Я сейчас прошу. Таисия. А что красить? Ребят, подождите, пожалуйста. Таисия, у тебя поднята ручка. У тебя вопрос? Включи микрофончик. Что ты хочешь спросить? У меня такие вот цвета. Алиса, подожди секунду, пожалуйста. Таисия. Все, помог. Так, кто что хочет спросить? Алиса хочет спросить. Алиса, говори. И Роберт, и Лиза. Ну, подождите сначала. Алиса, что ты хочешь сказать? Сейчас, подождите. У нее какие-то странные цвета. Ну, попробуй их использовать. Нам нужно что-то желто-оранжевое. Можно добавить чуть-чуть красного в желтый, получится оранжевый. Только не прямо в банку, а где-то на отдельном листике. Вот, да, на палитру, на отдельном листике. Можно попробовать смешивать цвета. В желтый добавлять чуть-чуть красный, будет получаться более оранжевый. Влад, у тебя какой вопрос? Покажите еще раз рисунок. Тоня, положи перед собой рисунок, пожалуйста. Лиза и Лорена, что вы хотите узнать? А что именно раскрашивать? Ну, видите, видишь, мы не можем с цветами определиться. Ведущий не может нам рассказать дальше. Роберт, что у тебя за вопрос? У меня есть вопрос. Если у меня нет гуаши, можно с ломастерами? Ну, если у тебя фломастеры, карандаши, конечно, все пойдет в код. Лиана. А покажите, пожалуйста, еще раз рисунок. Лиана, у тебя микрофончик выключен. Хорошо. Надо оранжевый или желтый? И что раскрашивать? Я нифигуле не понял. Ничего не поняла. Сейчас нам кто-нибудь расскажет. Ребята... И нам понадобится либо желтый цвет, либо вот такой. Горчичный, да? Я неправильно сказала, я ребятам говорила оранжевый, а он больше горчичный. Отлично. Все, у кого есть желтые оттенки, все прекрасно. Матя, что ты спросишь? А у меня вот такой вопрос. Я только что подключился. А что мы сначала рисуем? Мы рисуем... Просто карандашом руку рисуем сначала? Нет, мы обвозим руку. Если у вас в близости и папа, и мама, то попроси их руку обвести. Если ты хочешь твою руку обвести, обведи свою руку. Ну ладно, спасибо. А что именно раскрашивать этим горчичным или желтым? Есть. Саму руку. Так, больше никого нет? Извините, можете еще раз повторить? Я просто не слышала. Что повторить? Что именно раскрашивать этим цветом? Руку. Ну вот эту, которая у вас нарисована. И кто не слышал, руку вашу, которая... Ваша рука, ее надо перевернуть. А можно я расскажу? Подождите. А кто говорит? Дайте сказать Тоне. Вот, мы должны как бы перевернуть свою руку. Переворачиваем нарисованную ладошку пальчиками вниз и раскрашиваем ее полностью желтым горчичным охровым цветом. Так, кто-то еще что-то внутри кинует. Светлана Хасаншина, договорись. Ладно, давайте продолжим дальше. Вот. Можно свешивать цвета? Например, какие? Ну, светлый, желтый и коричневый. Ну, если у тебя... Ну, советую тебе, если у тебя есть палитра или какой-то картон, то лучше на нем смешать, потому что может получиться этот цвет. Светлана Хасаншина, договорись. Лиза и Лариса. Это должно получаться, чтобы вся рука была и пальцы тоже? Ну да, только не вот эта вот часть, вот эта вот, остальная. Оночь и все такое, она не должна быть. Я поняла. Я знаю, что уже... Должны быть пальцы и сама рука будет. Ира и Влад, вы все сделали правильно. Рисует у меня. Да, Лиза, все правильно. Лиана. Отлично. Все молодцы, справляются. Прекрасно. Я еще не показала. У меня проверено. Что говорит? Лева. У тебя камера выключена. А камера или сама микрофончик? Камера. Камера, камера. Свет, у меня камера выключена. Рисует Танечка. Юля, молодец. Лиза Лэ, молодец. Ваня, молодец. Вот мой рисунок. Что говорится? Лева. Да, Ева, молодец. Красивый. Посмотрите, что ты сделал. Лев, ногти. Сейчас. Лев, ногти. А ведь когда мы будем рисовать кисточку, цвет руки и цвет кисточки будут сливаться. У меня они не сливаются. У меня вот так получилось. Кто говорит? София. Я. София, молодец. Потом перей. Танечка, посмотри, пожалуйста. Нам сейчас почти все ребята показывают. Может быть, ты им сразу общее одобрение выскажешь? Скажи. Ваня, молодец. Микин, молодец. Молодец. Таисия, молодец. Саша, молодец. Молодец. Саша, молодец. 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 Ларина, да. Молодец. 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 Все молодец. 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 Кири. Молодец. Все, кто не закончил, заканчивайте. Вести руку банановится красный, да? Мы обводить руку будем в конце. Хорошо. Так. Ну, давайте теперь начнем веселить шляпу. Нам сейчас понадобится небольшая кисть. Терапевтую шкурку. Нужно дать, спасибо. Так. Небольшая кисть. И теперь нам понадобится либо черный, либо фиолетовый цвет. Кто как хочет. У меня шляпа будет фиолетового цвета, но не хотелось. Ну, кто хочет, все могут сделать черный. Так, Леана, что ты хотела спросить? А вот такая кисточка сойдет? Какая? Извините, можете, пожалуйста, повторить, какие цвета нужны сейчас? Подождите. Тоня, ты посмотрела Леанин вопрос? Да, Леана, это слишком большая кисть. У меня поменьше. Лучше взять поменьше, да. Ну, а вот такая, да, подойдет. Так. Пожалуйста, и через какие цвета берем? А вот такие? А вот кисть. Можете, пожалуйста, не выкрикивать? Я не понимаю, кто говорится. Это Влад говорит. Так, сейчас я тебе. Что ты хотел спросить? Такая кисточка сойдет? А какой цвет нужен? Какой цвет нужен? Кисточка сойдет? Сейчас я ее дамыду. Через колесо. Спасибо. А вот такая кисточка подойдет к Кире? Да, Кире подойдет. Влад подойдет. Влад поближе. Сойдет. Леана сойдет. Так. Для шлепа нам сейчас понадобится либо черный цвет, либо фиолет. Я выбираю фиолет. Вот. И нам... Можно брать блестящий? Если хочешь, можно взять блестящий. Ты на эту конечку не будешь снизить? Ладно. Вот. И нам понадобится либо желтый цвет, либо белый цвет. Я потом здесь напишу. Вот. Нам сейчас понадобится не очень подпись. и мы рисуем саму форму шляпы. Это не просто вот так. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Мы рисуем сейчас шляпу. Робер, что ты хотел спросить? У меня хорошо вышло. Почему? Ты нарисовал широкий? Ну, мы сейчас рисуем шляпу, а глаза не были после шляпы. Вот у меня что получилось, Евы. Сейчас, я на этой ремень. Просто у Роберта фломастеры, поэтому он быстрее смог. Ева молодец. Вот. И мы делаем полок, вот. И мы делаем поля. Мы заходим чуть-чуть вот так и делаем вот такую вот сосиску. Ну, в принципе, да. вот теперь мы будем развивать треугольник, но мы самое главное, мы не будем вот отсюда начинать с самого конца. Мы будем начинать где-то вот отсюда. Где в принципе что-то на белое у вас осталось. Вот. И мы там, где остается ровно тут сверху, мы будем рисовать такой вот треугольник. цветочки, цветочек. можно, но оставь место для летучей мыши. Ну, видишь, мне на шоу, как летучая машина. Кира! Молодец, отлично. Ты еще что-то хотела спросить? Нет. Сейчас что-то говорит. Влад, что ты хотел спросить? Вот так вот? Да, молодец. Лиза Лэн, молодец. Лиза и Ло... Никак не могу запомнить. И Лорен. На. Лорен, молодцы. София молодец, Стейса молодец. Все молодцы. Отлично. Юля, меня уже готово. Юля, Аня. Юля, знаешь, ты, мне кажется, торопилась, и у тебя получился, ну, как бы, обычный угольник. Ну, молодец, Стейс. А у меня? Кто говорит? Лева. Лева, молодец. Сейчас покажу, так. У нас это чиповение получило. Можете, пожалуйста, все вместе мне говорить и поднимать руки? А то мне так неудобно просто. Это у нас ведьма должна получиться, да? Ну, да, только ведьма из руки у нас получилась. Так. Креким. закрашиваю. Угу. вот тут мы сделали как бы шляпу. Где-то вот тут мы делаем полоску. Ну, вот такую обычную полоску. и вот тут вот мы потом закрасим белым или желтым. А вот этот маленький треугольник, который у вас остался, мы его закрашиваем. просто лента на шляпе будет, правильно? Ну, кто хочет, те могут сделать. Ну, вот эта полоска, Тоня, смотри, эта полоска, это как бы как лента на шляпе такая, да? А вода как бы. Как бы либо золотой или коричневой. Вот. И вот эти поляры тоже закрашиваем славы ключевые. А мы скоро закончили? Я вот так вот. Сложно скоро закончить, когда тебя постоянно отвлекают. Лиза Л. я видела твой рисунок, мне кажется, может быть, я не Тоня, конечно, можно подрисовать чуть-чуть пошире поля, чтобы поля у шляпы чуть-чуть больше выступали и тень там лицу давали. Не просто треугольник, как бы, посмотрите, вот у Тони поля, они шире, чем весь треугольник шляпы. немножечко. Это мой рисунок. Что говорить? Кира молодец. Лиза Л. молодец. Так, Амилия молодец. Саша молодец. Поверни камеру пожалуйста. Молодец. Так, не умею по-английски читать, но все, молодец. Усилиса молодец. Даниэла молодец. Митя, Лиана еще, да? У всех классно получается. Вот. Ну, я не умею по-английски читать, там. По-английски это Валерия. А, Валерия молодец. Так, Юля молодец. Спасибо, очень понравилось нам заняться. Мам, мне нужно смотреть. Смотрите, это моя работа. Кто говорит? А все уже говорят. Амалия, Эмилия, Маргарита показывают, Лиза, Лорена показывают. Кто уже закончил? А, Лиза и Лорена еще не закончили, а Амалия, Эмилия, Маргарита закончились. Спасибо, молодец. Если вы закончили, вам не хочется больше здесь находиться, вы можете самостоятельно делать. Мы закончили. Это прекрасно. Ваня, молодец. Вы прям рады, скажем, это все. Так, ну, теперь мы смываем кисточку, и нам понадобится, как я уже сказала, либо белый, либо желтый. Я буду добавлять и белый, и желтый. сейчас нам понадобится немного белого, и нам вот этот вот, вот эту вот ленточку, надо закрасить ее белым, либо желтым. Можно черным. Что? Что говорит? Можно черным закрасить вместо белого желтого. Если шляпа фиолетовая, то можно. Вот. Теперь я, наверное, добавлю еще себе лопарь и все. лопарь по под лопарь до Так, Лиза Лэн молодец, Кира молодец, Лиана молодец, Ваня молодец, Митя молодец, София молодец, Настя молодец, Алиса молодец, Влад молодец, Смела молодец, Василиса молодец, Кира, что ты хотела спросить? Я хотела спросить, можете показать ту картинку, которая у нас должна получиться? Кажется, это не радостная ведьмочка. Так, я думаю, мы можем продолжать, у меня рука подсохла, Теперь нам понадобится черный цвет и тонкая кисточка. Прям тонкая, тонкая. У меня вот такая вот? У меня такой нет. Ну, значит, возьми какую-нибудь, если у тебя есть какая-нибудь толстая такая, то и если у тебя толстенькая, то ты толстым рисуй как бы не вот так вот, так бы делай, полной кисточкой, а чуть-чуть вот так вот прерывай, тогда у тебя получится более тонко. Лиза Лэ, что ты хотела спросить? А можно фукломастером? Конечно, можно. Все, что у вас есть, чем можно рисовать, тем можно рисовать. Вот у меня такая кисточка, она подходит? Я вижу тут. Да. А вот такая подходит? Кто говорит? Лиза и Лорен. Да, подходит, конечно. Митя, что ты хотела спросить? А можно рисовать? А я хотела спросить, а можно какую-то, может быть даже, как рожу какую-то нарисовать, там не просто улыбочку, а какую-то ровную? Нет, можно. Лиана, что ты хотела спросить? Можно уже начинать? Что начинать? Глаза нарисовать. Да. А, Ваня, я видела твою руку. Ты молодец. Так, Маруся, что ты хотела спросить? А можно рисовать глаза карандашом? Ну, если у тебя рука высохла, то можно. Не советую. А если у тебя рука высохла, то не советую. Так, Митя, что ты еще хотела спросить? Или просто руку? А, Кира, что ты хотела спросить? А как рисовать глаза? Я сейчас буду объяснять. Лиза и... Ой, никак имени не буду поменять. А как, ну, глаза, каким цветом, извините, наполните, пожалуйста, рисовать? Ну, я сейчас все покажу. Обязательно. Черным? Можно черным? Сейчас. Я только... Так свою подругу еще раз зовут. Сейчас мы будем использовать. Как я сказала, нам нужно полную птичечку. Теперь мы берем черный цвет. Посмотрите, пожалуйста. Кто говорит? Таисия. Таисия? Молодец. Мне нравится. Влад, молодец. Отлично. Так. Теперь мы будем делать глаза. Например, с черным цветом. Посмотрите. Вот. Вот. И мы делаем... Что рисовать? Что рисовать? Глаза мы сейчас рисуем. Вот. Мы будем делать вот такие вот кружочки. Сейчас у меня плохо. Холодно. Вот так. Вот. И второй. Вот. И делаем такие вот кружочки. И делаем вот тут вот такие вот кружочки. Я прикрасила целиком вот так вот, глазами. Так тоже можно. Это не Ли, наверное, это не Ли, да, все равно пришел к Ли. Так, сейчас закончите. Так, Саша молодец. Лиза и Рен, молодец. Настя, молодец. Усилица, молодец. Алиса, молодец. Даниэла, молодец. Мне прям нравится, как ты рисуешь. Так, кто еще показывает? София, молодец. Юля, молодец. Так, уроки, смешно нарисовала. Класс. Лиза, молодец. Милана, отлично. Веселая видничка. Так, Кира, молодец. Молодец. Класс. 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 Да, молодец. Класс. Так, Клиана, молодец. Все на кончиках? Ваня, молодец. Отлично. Руки тоже надо нарисовать, да, сейчас? Что? Простик Толь сейчас рисовать? Ну, я как бы сейчас показала, как глаза буду рисовать, но как все уже нарисовали. Так, теперь мы будем рисовать металлуньер. Небольшая кисть. Вот. И я сейчас покажу. Ну, это будет, конечно, сложно нарисовать. Ну, как там. Видите, у меня рисунки. Веселочка. У нее не просто вот так вот. Закараживаю. Она у меня, вот этот пальчик. Вот этот вот. Можно было. Большого. Она... Этот пальчик сидит на маке. Это не загораживает меня, а этот именно сидит. Леона что-то хотела спросить. Вот такая кисточка сойдет. Сделай... Можешь поменьше, Баруси, пожалуйста. Маруся, что ты хотела спросить? Вот такая. Она же толстая или толстая? Маруся, молодец. Да, Лиан, сойдет. Мира, что ты хотела спросить? Вот такая подойдет. Да, подойдет. Писточка нужна такая, чтобы она не особо толстая, но и не толстая. Это ведьма на метле, да? Какие цвета взять? Можете палочкой, пожалуйста, говорить? Кто... Кто сказал какие цвета? Тонь, ты просто рассказывай, как идет. У нас остается уже четырнадцать минут. Поэтому, ребята, пожалуйста, слушаем, что рассказывает Тоня и делаем. Нам сейчас понадобится коричневый цвет. Вот. И мы отсюда начинаем делать метро. Не очень толстую. И вот тут вот где-то возле этого пальца чуть прерываем. Вот. И вот тут продолжаем. Вставать. Вот. Теперь... Вот. И мы делим метлу... Тоня, чуть-чуть погромче скажи, пожалуйста, непонятно, что ты говоришь. Тоня, чуть-чуть погромче. Мы должны сейчас нарисовать метла и ее... Вот эта вот часть состоит из века. И нам надо рисовать, как бы, не просто вот так, а вот так, а вот так, а вот так, а вот так. Мы должны, как бы, сделать небольшие масками, но чтобы они присоединялись к друг другу. А какого цвета это делать? Тоже коричневый? Что делать? Ну, да, коричневый. Ну, коричневый. Коричневый. Так, Юля, молодец. Очень ярко, красиво. до свидания спасибо за урок так вот что вот у тебя хорошо получилось лиза красиво красиво кира красиво василиза красиво алиса как у нас ребят а может все кто хочет показать одновременно вот сейчас поднимите свои работы саша молодец лиза и так лиза лэ молодец так и у нас осталось мало времени красиво теперь мы рисовать волосы волосы так и у меня были проблемы с микрофоном просто а какой можно цвет взять любой или какой принципе любой но лучше либо оранжевый либо красный лиза 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 и лиза лиза и лиза лэ молодец лиза лиза лэ молодец лиза 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 молодец лиза 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 лиз ласты. Рыли, но у нас тут очень, конечно, очень много очень хорошо получается. Приду мы закрашиваем. Вот. У меня глазки, в принципе, тоже, но смотрите, мы должны зрачки такие маленькие оставить. Вот. Вот. И я теперь белый, беру белый, и еще... Кручки. И еще самое главное, ушки надо не расставлять. Вот. Вот так у меня получилось. Ничего. У меня красиво получается? Очень красиво. Мне нравится. Молодец. Так, теперь мы будем самое главное обвести. Это обязательно? Это обязательно? А можно выключать? Молодец. 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 Спасибо за урок, до свидания. Спасибо тоже, что пришли. Так, кто хочет, все могут карандашом или мальком, а кто хочет, может краской. Гошкина. Гошкина. Можно внизу от векмы кота добавить черного? Конечно, можно. Это же gots? Можно? Да. Я тоже котика нарисую Тоня, рисуй, пожалуйста Что ты хотела еще дать Потому что у нас остается 3 минуты Спасибо, Джон До свидания До свидания До свидания Спасибо за морогу До свидания До свидания Отключайся Спасибо, Джон Можете, пожалуйста, посмотреть Как у меня получилось До свидания Кто говорит Я Лиза и Лорена Лиза, красиво получилось Спасибо И спасибо за уроки До свидания До свидания Спасибо Субтитры подогнал «Симон»